Всем привет, ребята! С вами Локи. Наконец-таки у нас стартует карьера за Зенит в PS19. Как я и обещал, посмотрим в этом году на RPL уже в PS19. Но совсем скоро и в FIFA стартуют новые карьеры. У нас Сергей Симак стал главным тренером Зенита. Мы посмотрим, как у нас получится сыграть. Я надеюсь, конечно же, на вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Давайте наберем 1000 лайков для следующей серии. Если наберем 1500 лайков, будет 3 матча, ребята, ну и так далее. Там 2000 лайков будет 4 матча и все тому подобное. В общем, у нас стартует карьера, как обычно, с предсезонного турнира International Champions Cup. Поэтому хорошо продумайте план игры, чтобы настроить параметры. Ну, понятное дело. В общем, Сергей Симак назначен главным тренером и он приложит все силы, чтобы отыграть отличный сезон. Вот у нас такой вот предсезонный турнирчик. Как мы видим, здесь у нас Паредос болтает. Не знаю, с кем только. Не совсем понятный футболист. Ну что ж, давайте посмотрим тогда на план игры. Сейчас я быстренько погляжу, что у нас с составом. Прикольно, что уже есть Маркизио. Ну и, собственно, давайте сейчас я все настрою и вернемся уже непосредственно к игровому процессу. Ну что, ребят, состав настроен. Давайте посмотрим на расписание. Итак, первый матч с Миланом, второй матч с Леоном, Риверплейт. И после у нас уже стартует чемпионат матчем против Локомотива. Ну что, отправляемся на нашу первую игру против Милана. Усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки. И, собственно, посмотрим, посмотрим, как у нас получится сыграть. Сегодня начинается соревнование. Наши соперники Леон, Риверплейт, Милан. В призовом фонде большая сумма, поэтому нужно добиться как можно более высоких результатов. Итак, задание. Я горжусь тем, что мы участвуем в соревновании International Champions Cup. Конечно, оно предсезонное, но победа в нем ценный трофей. Сделайте нас чемпионами. Доверие владельцев пока что у нас 50%. Первый матч в новой карьере. Пусть это и предсезонный турнир, но все равно немножко волнительно. Да и соперник Милан. Зенит уже в своей истории встречался с этим клубом. Показывает нам подтрибунное помещение. Иванович с капитанской повязкой выходит вместе со своими партнерами на поле. Сейчас мы увидим стартовый состав, а также расстановку на поле обеих команд. Я думаю, все же стоит какие-то трансферы нам сделать. Потому как сезон довольно длинный. Да и мы участвуем пока что только в Лиге Европы, а не в Лиге Чемпионов. Ну вот, как я вижу, Набиулина, по крайней мере, так и не наградили. Лицевой моделькой. Чалхан Аглу. Также там и Игуаин, находящийся в аренде. Ну и вот состав и расстановка нашей команды. Дриуси как Орензюба. Ну вот Дриуси и Шатов играют, конечно, пониже. Тут как-то их совсем высоко приподняли. Там и Смольников, он чуть-чуть выше находится к Маркизио, потому что Маркизио чуть выдвинут к нападению. Ну и вот расстановка и состав Милана. Игуаин, Суса и Чалхан Аглу в нападении. Хорошие парни. Чалхан Аглу там на левом фланге как раз сможет крутить с дальней. Мамана и Кокорин у нас сегодня тоже в стартовом составе. Смольников Игорек. Ну и с центра поля начинает наша команда. Поехали. Паредос. Отличный пас на Шатова. Не получилось здесь у Дзюбы немножко ворваться. Но пока привыкаем. Привыкаем к составу, привыкаем к механике. Это уже все-таки не FIFA. Футболисты двигаются иначе. Еще одна подача за спину, но слишком сильно. Здорово. Маркизио. Хороший пас на Олега Шатова. Нужно догонять. И Шатов догоняет. Было нарушение. Шатов с мячом. Дзюба. Не очень сильный удар, но... Хотя бы попытались пробить. Набиуллин. И сейчас можно попробовать подачу. Дрюси. Подача на Кокорина. Удар поворотом. И Донорума почему-то решил коленями отбить. Снова Смольников. Маркизио. Дзюба. Удар поворотом. 1-0. Артем Дзюба. Выводит. Зенит вперед. Ну вот, наконец-таки, прошла хорошая подача. Маркизио. Посмотрите. Подсек мяч. И Дзюба также, можно сказать, подсек его головой и переправил в ворота Донорума. 1-0. Здорово. Дзюба. Прошел пас на Кокорина. Оффсайт. Серьезно? Пока, вроде бы, все складывается хорошо для нашей команды. И у Милана не сказать, чтобы были какие-то сверхопасные моменты. Подходили они к воротам. Набиулин. Красавец. Набиулин. И снова можно засылать на Дзюбу. Нет, не прошло. Маркизио. Нет, это Шатов. Вот теперь Смольников. Маркизио. Маркизио. Удар в дальний. И это было очень опасно. Снова опасно. Сусо. И Набиулин. Отлично. Передача. Дзюба. Ну же. Дзюба. 2-0. 2-0. Дзюба забивает. И делает дубль в этом матче. И посмотрите, как все классно. И Кокорин увидел Дзюбу. Тот подработал мяч. Укрыл его корпусом. И пробил в дальний. 2-0. Пас на Шатов. Шатов. Дзюба. Еще один удар по воротам. И еще один гол. Все залетает сегодня у Дзюбы. 3-0. И хэт-трик в первом матче. Такое чувство, что и в нашей карьере Дзюба заряжен после чемпионата мира. И посмотрите, какой пас сначала на Шатова. Тут борется корпусом. Передача на Дзюбу. И удар в одно касание в дальней. И у нас готовится сразу тройная замена. Кузяев, Чернов и Роберт Мак. Появляются на поле вместо Дзюбы. Набиулина. И Маркизио. Удар по воротам. Все-таки Милан забивает. Один мяч они отыгрывают. Но подустала наша защита. Бонавентура забивает. И гонит, гонит команду к центру поля. Ну, здесь, конечно, в корпус, может быть, и была игра. Но арбитр игру не остановил. И хороший пас от Игуаина между двух защитников. И тут же замена Барини выходит вместо Чалхан Аглу. Подача опасна. Не догоняет футболист Милана. Но вот как-то они расслабились. Я имею в виду наши защитники под конец матча. И у Милана атака за атакой идут. Снова Шатов. Ну, дальше. Роберт Мак. Не попадает. Пошла подача опасна. И еще один гол влетает от футболистов Миланы. Это Барини, по-моему, который вышел на замену. Да, забивает мяч. И наши защитники снова ничего не могут сделать. 3-2. И снова нет никакого нарушения. Но есть свисток об окончании матча. Первая победа у нас одержана, друзья. И сейчас мы будем отправляться уже на игру против следующего соперника. Леон тем временем выиграл у Риверплейт 0-4. Это будет интересная встреча для Себастьяна Дриуси, которого как раз Зенит купил из этого клуба. Второй матч. Второй матч предсезонного турнира. Леон-Зенит. Обе команды завоевали победу в первой встрече. И сейчас, можно сказать, некая такая вот у нас будет борьба за выход на первую строчку в предсезонном турнире. Выходят команды. Наш состав после первого матча не изменен. Леон, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дриуси, Шатов, Маркизио Паредос, Набиулин Смольников, Мамана Иванович и Андрей Лунев на воротах. Сейчас посмотрим на состав Леона. Победили. Атака-атака. Много различных баннеров. Ну, с Леоном Зенит тоже в свое время встречался. Мэмфис Депай у нас здесь. А также Фекир. Много хороших футболистов в Леоне. Ну и Риверплейт они обыграли 0-4. Вот он состав. Ну и, друзья, давайте приступать к началу матча. Ой-ой-ой, снова Смольников ошибается. Удар поворота. И угловой. Леон сразу активно понесся в атаку. Ну и не без ошибок, конечно, Смольникову здесь просто дарит сопернику этот мяч. Хорошо. Снова Маркизио. Опасно. 1-0. Дембеле забивает. Защита наша пока действует не очень уверенно. И очень часто с фланга Смольникова приходят опасные атаки. И вот после нескольких опасных моментов Леон все же смог забить. Но здесь уже не смог Маркизио у нескольких футболистов мяч отнять. Вот такая вот прострельная передача. И 1-0. Еще один удар поворотом и еще один гол. Фекир забивает. Все очень просто. Зеркальная атака просто. Первого гола. Но на сей раз забивает Фекир. И как же быстро у них это все получается. Казалось бы, вот здесь можно забрать мяч. Здесь Мамана не успел. Тут Маркизио не добежал. И в итоге 2-0 уже в первом тайме. Вот такие вот различные матчи. Немножко я изменил тактику. Мы вышли на второй тайм в трех нападающих. Смольников. Пошла подача. Ух ты! Какой момент. И вот сразу Олег Шатов. Обострил. Здорово пробил головой. Но не получилось. Не получилось. Здесь Маркизио боролся. Как же классно у них все это получается. Ой-ой-ой. Здесь чуть не случился автогол от Маманы. Шатов. Здорово. Это Паредас. Удар Паредаса не попадает. Набиуллин. Как пропустили. Третий гол. Да. Сегодня у Леона залетает все. С Миланом мы забили три. Там их атака как-то выглядела не очень здорово. И мы смогли обыгрывать и защиту. А здесь, посмотрите, просто нас возят. И вот здесь, посмотрите, как классно пропустил Фекир. Дреуси. Кокорин. Бьет Шатов и снова тащит вратарь. Паредас. И снова рядом. Здорово. Роберт Мак. Свеженький. Простреливал. А на простреле никого не оказалось. И снова пропустили здесь только Маману. Какой галешник. Какой галешник. Но это просто, просто все залетает. У нас было несколько моментов. И мяч летел постоянно либо рядом со штангой, либо спасал галкипер. Ну а здесь просто залетает все. 4-0. 4-0. И что-то мне подсказывает, что... Леон в этой группе становится лидером. Кокорин. Удар Кокорина. Один мяч отыгран. Но уже поздно, ребята. Уже поздно. Здесь Леон просто расслабились. Хорошая стенка с Дреуси. И Кокорин убежал и смог поразить дальний угол. Но на этом, ребята, матч закончен. 4-1. Сейчас посмотрим, как сыграл Риверплейт против Милана. Но у Леона 6 очков. Из 5 ударов в створ Леон смогли забить 4 мяча. Риверплейт выиграл у Милана. Это значит, что у Милана сейчас нет очков. У Риверплейта 3 очка. У нас 3 и у Леона 6. Так что пока мы еще держимся на втором месте. Так как у нас забито 4 мяча. Ну и, ребята, увидимся уже в следующей серии. Я жду от вас поддержку. Тысячу лайков. Также пишите комментарии. Они будут попадать в следующий ролик. Ну а с вами был Локи. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. И увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok